Валик Джен, у нас в Дилижане, в кухне открываешь простой кран, вода течёт, второе место занимает в мире. А первое веревание, да? Не-е-е, Сан-Франциско. Оборжём? Сначала подумай, потом говорим. Насмотревшись по телевидению, передача «Здоровье», наша семья поняла, что все мы даже не больны. Мы при смерти. За долгие годы просмотра этих передач я обнаружил у себя симптомы всех болезней, включая проблемы с грудью у кормящих матерей. Жена стала жаловаться на боли в предстательной железе. Тело моей тёщи Лидии Сергеевны было обезображено абсолютно всеми болезнями, включая шизофренический лишай, а также грибковое образование вплоть до подберёзовиков. Не взяла её только язва, подобное к подобному не липнет. Но добила нас всех передача холестериновых бляшках. Я заподозрил у себя бляшки в руках, жена в ногах, Лидия Сергеевна оказалась обляшанной с ног до головы. Поэтому мы продали всю свою живность, купили три путёвки, и уже через двое суток приехали в санаторий, в славный чешский город Карловы Вары. Лечение сразу пошло по наихудшему сценарию. Уже на входе в санаторий у нас отобрали четыре сумки с едой и повели нас на клизмы. И вроде не скажешь, что приём был не тёплым. Он как раз был тёплым, но как-то не к месту. Вечером мы гуляли в парке, кормили павлина. На следующий день мы пошли на утреннюю гимнастику. Начали с прыжков на месте. Первой начала прыгать Лидия Сергеевна. Всем остальным это делать было уже не нужно. Когда она приземлялась, подпрыгивали все остальные, включая рояль. Потом мы делали махи ногами. Тёща махнула ногой, случайно отвесив пинка пенсионеру из Швеции. Пенсионер тут же отбыл на родину через корточку. Потом нам дали покрутить обручи. Я попробовал закрутить, у меня не получилось. У жены всё получилось. Тёща попробовала и сказала всего два слова. Жму, аз, зараза! Потом мы пошли на дыхательную гимнастику. Инструктор сказал. Нужно медленно втянуть в себя полную грудь воздуха, а потом резко выдохнуть, толкнув живот вперёд. Когда тёща втянула в себя полную грудь воздуха, от недостатка воздуха голова закружилась даже у инструктора. Когда она резко выдохнула, у пенсионера из Польши, который стоял перед ней, снесло трусы, футболку, а также недавно вживлённые в клинике волосы. Всё бы ничего, но, как сказал инструктор, она резко толкнула живот вперёд. Между поляками улицы было четыре стены. Поляк вышел на свежий воздух кратчайшим путём. Вечером мы опять гуляли в парке, кормили павлина. На следующий день тёща пошла к диетологу. Доктор посмотрел на неё, и вопрос «Вы ко мне?» задавать уже не стал. Тёща подсела к столу, доктор начал. «Вам срочно нужно худеть. Из-за избыточного веса ваш организм слабеет с каждым днём». Тёща усмехнулась, взяла со стола телефонный справочник и одним махом порвала напополам тысячу листов с телефонами, а также сто тысяч евро, которые доктор хранил на машину в этом справочнике. Диетолог сошёл с ума. Вечером, как всегда, мы опять гуляли в парке, кормили павлина. На следующий день тёща пошла к невропатологу. Доктор усадил её перед собой, попросил закинуть ногу на ногу, взял молоточек и легонько стукнул тёщу по коленке. Знал бы он, как обнажены нервы этой женщины. Нога Лидии Сергеевны распрямилась мощью катапульты, и доктор понял, что зря он вчера купил такую широкую рамочку для семейных фотографий. Детей у него всё равно уже не будет. Доктор рухнул в кресло, испуганно вглядываясь тёщины ноги. Воспользуясь моментом, Лидия Сергеевна сделала трюк Шерон Стоун, медленно перекинув ноги с одной на другую. Судя по глазам врача, в этот момент он принял обед безбрачия. Вечером, как всегда, мы опять гуляли в парке, кормили павлина. Лечение слабыми токами Лидия Сергеевна сочла, как неуважение, и попросила ток на ней не экономить. Ток из розетки тёщу не удовлетворил. В конце концов, взятый за грудки доктор подтянул к ним магистральный кабель, обесточивый косами Карловой вары и 400 ближайших деревень. На 10 тысяч вольт Лидия Сергеевна отреагировала одним словом. Щиплет! В санаторий плохо ходили лифты. Лифт с отдыхающими медленно ходил то вверх, то вниз. Лифт с тёщей ходил только вниз, нигде не останавливаясь. В этот день на обед нам давали гороховый суп. После этого был послеобеденный сон. Сами понимаете, назвать его тихим часом было глупо. Врачи сказали, что через четверо суток и нас из организма начнут выходить холестериновые бляшки. Вот здесь не соврали. Лично я с таким кормлением в выражениях не стеснялся. Я не знаю, как из крови, а с языка бляшки слетали постоянно. На следующий день тёща показала престарелому немцу, как избавляется от холестериновых бляшек в России. Она насыпала полстакана красного жгучего перца, долила туда водки и попросила немца выпить залпом. Немец выпил. Задвигалась парализованная рука и восстановилась детородная функция. Функцию три часа успокаивали льдом. На десятый день мы сказали врачам, что простудились, и они дали нам подышать над горячей вареной картошкой. И пусть мы все трое обожгли губы, зато наелись до отвала. Нашу просьбу подышать над горячим мясом врачи проигнорировали. Вечером мы гуляли в парке, где зажарили и съели павлина. Через две недели во время выписки врачи трясли нам руки, поздравляя с обесхолестериневанием, с обезжириванием и с обезбляшиванием. Короче, я скажу так. Кто хочет поехать в Карловый Варе лечиться, ему надо лечиться. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ УДАЛОДИСМЕНТЫ